Рейс 313. В Махачкале снимают полнометражный фильм при поддержке в Реоглавы Республики и Министерства культуры. Кинокартина рассказывает историю нескольких человек, захваченных террористами в заложники. Более трех месяцев длится съемочный процесс. Помогают актерам бойцы СОБРа и сотрудники ППС. Картина уже на стадии завершения и выйдет в прокат через несколько месяцев. На съемочной площадке побывала Любава Маслова. Хладокомбинат стал временным убежищем террористов. Здесь бандиты держат в заложниках пациентов, которые прилетели на лечение в новый реабилитационный центр. Рейс 313. Новый захватывающий дагестанский фильм. Картина о борьбе с терроризмом. Идею режиссер вынашивал около двух лет. И вот в этом году звезды сошлись. И в январе съемочный процесс начался. Мы каждый день на съемочной площадке постоянно редактировали и дорабатывали сценарий. Приходилось через все пройти. Но это для нас большой опыт. Максимально мы отошли от темы религии, от темы политики. История о внутреннем выборе человека. Почему человек взял в руки оружие. Съемочная группа, а это около 40 человек, буквально живет на площадке вот уже почти 4 месяца. Мария для работы над картиной приехала из Москвы. С коллективом общий язык нашла сразу. Даже поддерживает актеров после эмоционально сложных сцен. Мы доводили в хорошем смысле слова актера до состояния вот этой драмы. Потому что, когда ты смотришь сам кадр и не веришь, ты понимаешь, как ты представишь это зрителю. Давай еще один дубль, давай еще один дубль. А потом, когда стоп снято, все хлопают, а человек, он погружен в это состояние. Надо его теперь оттуда вытащить, обнять, поцеловать, сказать. Круто, супер круто. И ты реально вот тут сдерживаешь комок. Для Карима это уже третий опыт в кино. Его персонаж – террорист Адам. Парень говорит, вжиться в роль труда не составило, а вот понять и принять точку зрения своего героя он так и не смог. Актер надеется, что ответил зрителю на вопрос, почему не стоит брать в руки оружие. У моего персонажа это из детства. И представление такое идет. Ты проектируешь это на себе. Актер должен правильные вопросы себе задавать и отвечать на них, реакции свои. Большинство сцен снято здесь, на территории Дагхлада комбината. Локация идеально подходит. Полуразрушенные здания и даже настоящий бункер. А главное – нет лишних глаз. А тем временем режиссер командует. Камера, мотор. И вот еще одну сцену сняли с первого дубля. Осталось? Отснять все сцены – лишь первый этап. Впереди картины ждет долгий постпродакшн. Монтаж, цветокоррекция кадров, работа над звуком и наложение подходящей музыки. Сейчас прямо за нашей спиной снимаются последние сцены фильма «Рейс-313». Примерный его показ в Махачкале запланирован уже этим летом. Любовь Маслова, Морали. Время новостей.